Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая по просьбе журнала Time прокомментировал включение в список самых влиятельных людей мира российского лидера, заявила цитата следующее «Усиливающееся влияние Путина будет временным». Конец цитаты. Как считает Олбрайт, присоединив Крым, Россия приобрела территорию, но потеряла доверие. Тем временем Запад и, в частности, США до сих пор не могут определиться с дальнейшей стратегией в отношении Москвы – сотрудничать или сдерживать. В Вашингтоне об этом сегодня спорят интеллектуалы, члены трехсторонней комиссии – общественной организации, объединивших бывших политиков, бизнесменов и академиков. С выводами их доклада по России ознакомился Александр Панов. Более 20 лет США и Запад не использовали в отношении России термин «сдерживание». Теперь он снова в ходу за аннексией или воссоединением Крыма. В Вашингтону и Брюсселе увидятся дальнейшие планы Кремля по собиранию земель. Здесь убеждены, если не будет эффективного ответа в Европе и в мире, окончательно придут новые времена, установится новый международный порядок. Можно спорить, после Косово или после Крыма, но сейчас, по образному выражению старейшина американских политических экспертов, Збигнева-Бжезинского, ящик Пандоры открыт. Теперь новый импульс получили давнишние территориальные споры, в том числе Россия и Япония, Япония и Китая, Венгрия и Румыния, проблемы отделения Шотландии, Каталонии, далее по карте. Здесь несколько опешили от того, что Москва не только повторила то, что было сделано в Косове, а пошла на несколько шагов дальше. То есть пересмотр ялтинской системы, Россия пошла на три шага сейчас впереди всего мира. На самом деле это хорошо, пусть она берет на себя инициативу, ведет за собой Запад, не обязательно должна быть западной монополией на формирование нового миропорядка. Трехсторонняя комиссия, общественная организация, основанная в далеком 1973 году фондом Дэвида Рокфеллера, пока еще ставит знак вопроса, сотрудничество или сдерживание. Зависит от дальнейших шагов российского президента, который, по мнению главы американской части комиссии Пола Добрянски, уже сделал многое для разрыва связей с США. Мы назвали этот феномен путинизмом. Личные оценки и убеждения российского лидера, его антиамериканизм, популизм, национализм и социальный консерватизм стали важнейшей политической силой в России. Впервые к созданию доклада трехсторонняя комиссия привлекла российских представителей. У них особое мнение. В украинском кризисе Запад тоже не безгрешен. Реальную экономическую помощь прежним украинским властям первоначально предложил именно президент Путин, а не сверхосторожный Европейский Союз. Мнение России не учитывали, принимая программу «Восточное партнерство» для бывших республик Союза. Чтобы помочь экономике Украины, США должны сделать что-то большее, чем обеспечить гарантии займа в 1 миллиард долларов. В нынешней ситуации это даже не горсточка орехов. Это вообще смешно. Збигнев Бшизинский в далеком 1973 году был первым главой трехсторонней комиссии. Он предлагает свой вариант решения кризиса, при котором Украина не войдет в НАТО, а в отношениях с Евросоюзом получит особый статус, но не немедленное членство. К примеру, Турция, напомнил бывший советник президента по национальной безопасности, не может стать членом ЕС ни один десяток лет. Россия должна стать частью процесса становления Украины. Это в интересах самой России. Может быть, такая трансформация Украины не получится, но стоит попробовать. Речь идет и о будущем России. Национальный шовинизм Путина получает поддержку у самой необразованной, наименее преуспевшей части российского общества. Альтернатива ей – средний класс, проевропейский, креативный, стремящийся к демократии. Будущее за ним. Трагическое столкновение этих сил нанесет России гораздо больше ущерб, чем всем нам. Иными словами, главный эксперт по России времен Холодной войны предлагает сегодня все же договариваться с Москвой. Гражданская война на Украине с активным участием иностранных держав, Бжезинский сравнил ее с гражданской войной в Испании, грозит России, США и всему миру катастрофическими последствиями. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Артевия, Вашингтон.